Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Мария Армадзе, меня зовут Виктор Навутов. Доброе утро, Ксения Анатольевна. Час Ксении Анатольевны. Час Ксении Анатольевны. Пик Ксении Анатольевны, понимаешь? Главный пик, конечно. Вся жизнь твоя должна быть посвящена Ксении Анатольевны. Есть пиковые моменты. Есть пиковые. Два раза в неделю, когда я к тебе прихожу. Во-первых, не два раза, а один. Потому что кто-то не пришел ко мне в пятницу. Кто-то жутко проспал. Это правда. Винюсь, винюсь. 23-й день рождения. Я был на него приглашен. И, естественно, что я, Ксении Анатольевны, пошел на день рождения в субботу. Хотя отмечали его в пятницу. Но дело в том, что, дорогая моя, конечно, праздник не удался из-за этого. И об этом многие мне говорили. Наши тобой питерские общие друзья. Старик, тебя не было. Делать было нечего абсолютно. Значит, и самое главное, что главное, ты осталась без главного подарка. Он ждал тебя в этой студии в пятницу утром. Жаловно. А я решил подарить тебе книгу. Книга лучший подарок. Это великолепная книга, на самом деле, очень редкая. Соломона Волкова, замечательного историка. Я вам рекомендую по истории русской культуры 20 века. Это потрясающе интересно. Все взаимосвязи. Внимаешься моим образованием, малыш. Пехов, Горький, Толстой, Сталин, как все было перекручено. А вот здесь написано от Льва Толстого до Александра Солженицына. И написано здорово. А кто эти люди? Это наши, некоторые из них наши с тобой соотечественники. Помалыровать. Ой, Набутов мне еще и подписал книжечку. Да, конечно, можешь прочесть даже. Будь умницей, читай книжки, не опаздывай на эфиры. Твой интересный компатриот. Твой питерский компатриот. А, твой питерский компатриот Вен Абутов. Ура, спасибо тебе. Все-таки нам надо двигаться по тому пути, который был с трудом избран в 1991 году. Но мы по нему все равно не двигаемся. Мы двигаемся по другому пути, как всегда третьему. У нас как всегда третий путь, понимаешь? У нас не плюнь, всегда мы выбираем какой-то путь особенный и третий. Вот это меня больше всего пугает в нашей стране. Но у нас особенное положение, особенная история. Послушай, да все это придумано про особое положение и особенную историю. Я считаю, послушай. Надо брать, единственный нормальный путь в современной России, брать кальку, которая уже есть. Кальку нормального, цивилизованного, развитого, западного общества. Накладывать ее и подрисовывать, и где-то под трафарет подводить. И, кстати, мы видим, что те страны, которые не мудрствуя лукаво идут по этому пути, всегда выигрывают. Посмотри на наши бывшие республики. Латвия, Эстония, Литва. Абсолютно западный европейский образец. Что, кому-то плохо от этого стало? Кто-то потерял культурный код? Ты права. Потерял исконно пасконность? Нет. Это совершенно... Я понял, ты знаешь, что такое исконная пасконность, но тем не менее. Это то, что у нас все время происходит на каждом шагу. Дело в том, что республики Прибалтики, которые позже всех оказались в составе Советского Союза... Так были европейзированы. Ты сейчас об этом скажешь. Там не была утеряна историческая память. Послушай, возьмем жуликоватую, прости господи, всегда жуликоватую Грузию, которая всегда в советское время славилась тем, что Грузия это всегда символ жуликов в кепках и в жигулях. Сейчас, посмотри, абсолютно европейская страна, у них не было никаких к этому предпосылок. Абсолютно всегда совершенно другая культура, культурный код и так далее. Ты правильно, Ксюш. Они сейчас абсолютно встали на такой проамериканский, проевропейский путь. И выиграли, в отличие от всех остальных. Что нам мешает, мне вот как раз очень раздражает. Ты как раз пример с Грузией показывает, что можно переломить, особенно исторически сложившуюся, так сказать, вот, ментальность в стране. Но ее надо переламывать для этого. А у нас не переламывает ее никто. У нас, извини меня, и цари в том числе этим занимались. Петр Первый занимался именно тем, что переламывал вот эту отвратительную, вот эту русскую ментальность. Понимаешь, не нужно, то есть никому хорошо от вот этой вот, еще раз скажу, исконно посконности нет. Можно сохранить абсолютно российскую идентичность. Можно сохранить страну и можно сохранить культуру, абсолютно не ориентируясь на лапти, матрешки, бороды. Так зачем нам монархи? Надо переламывать. Мы можем говорить об абсолютной власти главы государства, вот то, что происходит сейчас, вот, да, супер президентской республикой, да, это фактически, ну, аналог монархии. Вот нужно ли нам такое управление? Ты знаешь, мне кажется, мы сейчас, вот здесь тоже точка спора. Я не считаю, что мы живем сейчас в аналоге монархии. Мы живем как раз в абсолютном продолжении советской системы. Ведь вспомни советскую систему, в которой на самом деле, несмотря на написанную самую демократическую сталинскую конституцию, закон вообще не имел отношения к реальности. Имело отношение к реальности указаний Иосифа Виссарионовича. Я, кстати, это правда. Вот эти тройки, вот эти беспределы. Тройки, это при Лаврентии, даже при Ежове они появились. Но, понимаешь, это же абсолютное продолжение того, что есть сейчас. Ведь сейчас мы достигли апофеоза беззакония, когда закон это опять вот эта бумажка, которая совершенно ни на что не влияет. Вот в этом наше, вот сохранив все негативные части советского устроя, мы не сохранили ни одной позитивной. Например, даже в Китае, в стране, так сказать, со странной смешанной системой экономики, плановое хозяйство, рыночная экономика, ЦК партии, никогда не нарушаются сроки смены председателя Компартии. 10 лет, все, два срока по 5 лет. Второй момент. Все-таки, как и в Советском Союзе, за исключением сталинского периода, все-таки коллегиальное во многом принятие решений. Все-таки Политбюро оказывало огромное влияние на генсека. Огромное. Более того, как мы знаем на примере господина Хрущева, он даже был смещен и не покинул свой пост вперед ногами, как все остальные. Понимаешь? Представить нынешнюю ситуацию в случае с Путиным невозможно. То есть, там хотя бы какой-то был даже, условно говоря, элемент демократии в советской системе. Нынче его не существует. Но я хотел бы вернуться к разговору о правителях, которые пытались все изменить. Это очень сложный разговор. Но самое главное, что парадоксальная ситуация, что, как, помнишь, Александр Сергеевич писал, что кто у нас государство, главный европеец. И это действительно была правда. Потому что у власти находилась наиболее, так сказать, элита, дворянство, аристократия, наиболее образованная, западно-ориентированная. Ну, понятно, да? И, значит, и огромная темная масса народа. И все решения, которые принимались, они все-таки принимались наиболее продвинутой, просвещенной частью общества. И вот с этим, и в какой-то момент мы бы все-таки эволюционировали и пошли бы в ногу с Европой в этом ужасе 17-го года. Ну, либо не эволюционировали, потому что ты совершенно прав. Разговор о царях, он в этом и сложный. Секундочку. Как только народ начинали просвещать, знаешь, как пример Екатерины Второй, как только она вначале активно начала просвещать народ, заниматься образованием и так далее. И дальше вот эти беспощадные русские бунты, потом все это абсолютно пошли в реакцию. Слушай, это так же было с народовольцами образованными. Потому что, с одной стороны, желание образовывать людей всегда у вот этой верхушки элитной есть, а с другой стороны, как только они начинают реально этим заниматься, они понимают, что этот же народ может их снести просто за одну секунду. Вот, например, народовольцев. Они за 2-3 года полностью, так сказать, сначала как раз пропагандируют просвещение, образованные люди идут в народ, и через 3 года все приводит в банальный терроризм. Значит, что я хотел сказать тебе? Так вот, сейчас обратная ситуация, она страшна. Что ныне находящаяся, так сказать, элита политического власти, в том числе и президент, принимает все свои решения не с оглядкой на собственную, не опираясь на собственную европейскость, а принимает свои решения, основываясь на, так сказать, на мощный пропагандистский ресурс телевидения, прежде всего, в наиболее маргинальной. Кто их избиратель? Кто избиратель Путина? Наиболее маргинальная, плохо образованная часть населения, к сожалению, таких людей большинство. Именно с оглядкой на них, из-за возникновения новых, так сказать, каналов коммуникации и принимаются решения в стране. Мне кажется, что еще проблема того, что происходило в России с реформами, заключается в том, что все, включая того же Петра Первого, который считается главным таким европеизатором нашей страны, всегда бралась форма, но никогда не бралось содержание этих реформ. То есть форма построить флот, да, вот с этой задачей Петр Первый, безусловно, справился. Раз, все напряглись, построили флот. Построить современный европейский город. Выход к морям. Пригласили итальянцев, построили. Но эта форма, это здание, это то, что, кстати, Путин продолжает делать сейчас. Создавать форму европейские какие-то новые архитекторы, олимпиады, митболы, кофейни, как в Европе. Но это все форма. Настоящий дух Европы, дух Америки, дух вот то, о чем мы говорим. Это либерализм. Это внутренний либерализм. Это то, о чем говорила еще Маргарет Тэтчер, что либеральные ценности начинают внутренне менять человека. И в этом смысле только рыночная экономика, дух либерализма и прочие вещи начинают изнутри менять страну. А вот этого у нас никогда не допускали. Этого всегда боялись. Этого в России не было по-настоящему никогда, потому что это всегда ставило под угрозу верховную узурпированную власть. В этом смысле гнаться за формой, строить самые новые здания, митбольные библиотеки и прочее, и прочее, абсолютно бессмысленно, если не наполнять это настоящим духом либерализма. Потому что я абсолютно уверена, что именно либерализм сам по себе меняет людей. Понимаешь? Я полностью за тобой согну. Но никогда Российская империя или Россия не находилась в той ситуации, в которой она находится сейчас. Мы никогда не были так глобализированы, как сейчас. Худо-бедно, пускай медленно, но в города, в крупных, которые там инкорпорированы, мы вообще инкорпорированы в мировую экономику. Как бы то ни было, как бы мы не пытались здесь закрыться. Понятно, но все равно, посмотри, каким образом у нас развивается экономика. Это все равно большие монополи, это все равно крупный бизнес. Ведь не просто так у нас настолько по-свински закон относится к мелкому и среднему бизнесу. Ведь не просто так никто не занимается его развитием. Это не случайно. Не случайно. Потому что что такое мелкий и средний бизнес? Проще контролировать большую корпорацию, чем... Это маленькие люди, которые начинают сами принимать решения. Конечно. Кого-то назначать или уволять с работы. Им есть что терять. У них есть собственность. Как только человек, я абсолютно уверена, как только человек начинает принимать самостоятельные решения, пусть на уровне того, какое молоко закупить в свой маленький молочный ларек, или какой там хлеб испечь. Вот как только он начинает принимать самостоятельные решения, как только он чувствует ответственность за бизнес, за хотя бы двух работников в себе в магазине, он становится другим человеком. У нас делается все, чтобы люди не принимали таких самостоятельных решений. Это называется класс бюджо. Да, с девяти до обеда. У тебя есть начальник. Вот-вот, ходи туда. Вот, собственно, эти несчастные бюджетники потом идут и голосуют и за Путина, и за Собянина, и за существующее положение вещей. И их нельзя в этом винить, потому что они не знают, как может быть по-другому. Во-вторых, они в зависимом положении. Конечно, большой армией среднего класса сложнее управлять, чем 80% в серии абсолютно подчиненным. Чем тремя процентами олигархов и зависимым населением. Но, тем не менее, в любом случае, монопольная экономика, которая является экономикой России, все равно не готова к вызовам, современным мировым вызовам, в том числе экономическим и политическим. Все равно ситуация будет меняться. Посмотри, как давит Газпром. Газпром постепенно распадает. Это все равно будет происходить. Это неизбежная ситуация. Ну, против законов экономики ты не попрешь. Средний класс, малый и средний бизнес все равно будут... Либо мы вынуждены будем замкнуться, опять изолироваться от мира и вернуть, возможно, себе монарха. Это тоже один из вариантов дальнейшего развития России. Но тогда мы будем абсолютно неконкурентоспособны на мировом рынке. Поэтому я думаю, что пускай не быстро, пускай... Ну, все-таки мы должны изжить одно или два поколения выросших и воспитанных в Советском Союзе. За это время... Ну, уже все. Уже наше поколение к Советскому Союзу не имеет никакого отношения. Да еще два... Ну, мое еще имеет. Она может уже только 30 лет. Секунду. Мое еще имеет. Ну, подожди. Да еще 20 лет. Я считаю, что такая проблема уже уходит. Вот сейчас доживают последние люди. Вот поколение... Вот тех людей, кому сейчас 45-50 лет, вот это, собственно, последние люди, которые имеют ностальги. Они сейчас даже не все еще, они только входят или там, ну, окей, находятся в возрасте, так сказать, в наиболее эффективном возрасте. Они находятся в... управляют страной и бизнесом. Люди этого поколения. А следующее только-только подрастает. И поверь мне, 20-30 лет в любом случае еще пройдет, когда мы получим полностью выросшую уже в новом мире страну. Ну, может быть, ты прав. Не буду спорить. Более того, для такой большой страны, такой сложной, с таким разным составом населения, с субъектом и экономическим потенциалом субъекта федерации и так далее, мы не можем принимать радикальных решений. Все равно эволюционный процесс. Так или иначе. И через 20-30 лет мы, возможно, будем готовы к какому-то образцу западной демократии. Просто не так быстро. Ну, то есть хорошо. Мне так кажется. Можно наводить, ты же понимаешь, если мы сейчас поставим там Навального условно, многие же говорят, что поставим мы Навального. Мало того, что он, ладно, националист. Окей, он публичный политик. Это эффективная карта, которую надо разыгрывать. А может быть, он и действительно так считает для того, чтобы все-таки получить, иметь шансы, электоральные успехи какие-то. Это национализм, да, популярная точка зрения среди и думающей части нашего населения. И не беспочвенно, между прочим. Вы понимаете, что Навальный. Многие говорят, что будет сейчас Навальный, можно страшные либеральные реформы провести. Будет, как в 91-м году при Гайдале. Все рухнет, к чертям собачьим. Очевидно. Согласись, да? Что за этим не спорят, конечно. То есть в этой стране нельзя принимать радикально. Поэтому надо только ждать. Ну, понимаешь, мы всю жизнь ждем, и в этом ожидании проходит вся наша жизнь. И пытаться что-то сделать самостоятельно. Ты знаешь, я как раз считаю, что, к сожалению, после тяжелой болезни нужно какое-то обострение, и нужно пройти этот провал, который, на мой взгляд, сегодня в России уже неизбежен. Вот я абсолютно уверена, мы можем забиться с тобой сейчас при свидетелях. Я считаю, что уже мы точку невозврата прошли. Уже без кризиса, равного кризису 91-го года, невозможно. Какая-то кровь будет. Уже это все равно будет. Поэтому надо это уже смириться, пережить с тем, что будет обвал, причем обвала в абсолютную яму, и потом опять мы начнем потихонечку из этой ямы выбираться, и другого пути нет. Просто вопрос, когда будет эта яма. Она будет сегодня, будет через 5 лет, будет в 2018 году, или будет там послезавтра, когда, не дай бог, у Владимира Владимировича случится там инфаркт. Это мы можем предполагать. Мы не знаем, когда, но то, что будет яма, это факт. Скажем так, то, что нынешняя власть не способна к самоизменению. А новая власть не способна будет избежать обвала, потому что это тоже, к сожалению. Давай примем звоночек. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Прошу. Ну вот первое, лично хотелось бы, не знаю, пожать руку Ксении Анатольевне, потому что вот эта мысль по поводу частного предпринимательства подписывается под каждым словом. Спасибо. Ну, это лично. Второе, не знаю, что я хочу, какую форму власти, но вот сейчас идет все к тому, что-то типа советской власти. Вот вам царь, вот вы на него молитесь, но при этом живите как хотите. Но все-таки тогда не царь, а генсек получился. Вы готовы, чтобы у вас был монарх, вот человек монарх, и он бы передавал свою власть по крови, по своим наследникам. Вы бы оплачивали его содержание, это не маленькие деньги, его, его семьи, как там в Великобритании, дворцы, замки и так далее. Ну, у вас был бы вот такой понятная смена, так сказать, руководителей. У вас, у ваших детей, внуков и прочих. Ну, так скажем, я бы был не против. Окей, все. Все, понятно, да, спасибо. Ну, и эта система, по сути, действует, например, в том же Азербайджане. Собственно, семья Гейдара Алиева, что здесь отличается от монархии? Это просто не называется монархией, но, по сути, одна семья правит уже. И не только, во многих. Да, Назарбаев, послушай, то есть это как бы и есть те новые цари, которых родил раскол большой империи. Ну, в России это невозможно, в современной России это невозможно в силу просто вот такой формальной, формальной монархии, да? Ты знаешь, а мы даже не знаем, может быть, проблема просто и рок судьбы в том, что у Владимира Владимировича нету сына. А может быть, он есть, а может, у него есть дочь. Может быть, есть сын, тот, которого так вот бы не приняли. А вот он есть, он же маленький, вот он есть сынок.